Всем привет! В студии столицы Нижний Сергей Ширяев, участник Олимпиады в Ванкувере и тренер по лыжным гонкам. Приветствую, Сергей! Здравствуйте! Сергей, вот самый первый вопрос. Ты сейчас следишь за ситуацией, которая происходит в мире в лыжных гонках и в частности, как в ней выступает нижнегородцы? Естественно. Как тебе, Седова? Настя и Петя – это брат с сестрой, саровские лыжники нашей Нижегородской области. Петя немножко помладше меня, он следующее поколение лыжников в Нижегородской области. Настя – это еще через поколение. Я за нашими лыжниками, естественно, слежу, слежу за их результатами. У Пети Седова в свое время, несколько лет назад, были проблемы со здоровьем, с сердцем. Он перенес серьезную операцию на сердце. После этой операции результаты у него как-то… Не было результата в гонках. И в последнее время только он начинает периодически показывать хорошие результаты, такие на среднем, хорошем уровне, элитном. Настя сейчас одна из основных спортсменок, входящих в состав сборной страны. И уже в этом сезоне она имеет несколько хороших результатов на уровне Кубка мира. Сейчас она рассматривается как член сборной команды на чемпионате мира 2017 года, который будет проходить в Лахте в феврале. И, естественно, ее рассматривают с прицелом на Олимпиаду в Корее в следующем году. И я считаю, что у нее есть все шансы попасть туда. Вот с тем результатом, что сейчас есть, она достойна. А у Петра? Может попасть? У Петра посложнее ситуация, потому что сейчас на пятки наступают… Есть сейчас плеяда сильных лыжников, складывается такой хостяк. То есть там конкуренция, да? Там конкуренция намного выше, чем у девочек. Тогда про Нижегородскую область. Вот смотри, значит, условно говоря, твое поколение, как ты правильно сказал, ты, Хазова, следующее поколение, там, Петр, да, Анастасия, пусть даже, примерно это поколение, они уже гоняются. А есть ли кто-то из молодых? Вот ты, как тренер по лыжным гонкам, видишь уже какие-то перспективных ребят в плане техники? Понятно, что функционалка пока не рассматривается, но технически. В области очень сильной, конечно, сейчас Саровской школы. И есть несколько ребят в Павлово, которые показывают достойные результаты. То есть, а фамилия? Хренова Анастасия, это Саров. Трунова Мария, вот это лидер вообще на уровне своего возраста в России. Девочка, которая выигрывала сметанинскую гонку в прошлом году. Выигрывает первенство России по своему возрасту. И даже среди более старших спортсменок. Это вот наше будущее, наше завтра, именно как в Нижегородской области. С этими спортсменами, вот я связываю наше достойное будущее в спорте, да, в лыжных гонках. Вот ты меня и подвел к самому сложному вопросу. Это почему именно Саров и Павлова? С Саровым, наверное, вообще все понятно. Там реально есть база. Есть база. Летом там они гоняются на своей лыжероллерной базе. У нас ничего подобного нет. Я так полагаю, что это наши серьезные проблемы. Проблема капитальная. Засаров, вы сами все сказали, ты все сам сказал. Я не скажу, что шикарный. Но очень хороший, добротный лыжный стадион. Имеется ретракт для подготовки лыж. Это немаловажные условия для того, чтобы была хорошая трасса. Есть хороший рельеф. Есть люди, которые этим всем занимаются. И именно болеющие за лыжный спорт. Павлова. В Павлове спортсмены, я считаю, что вопреки всему, есть такие звездочки, есть такие уникумы, которые пробиваются вопреки всему. А в нижнем? В нижнем, откровенно говоря, у нас нет ничего. Щелковский хутор – это уровень 20 века. Там застой. Это условия, которые были в 90-е годы, условно говоря. И это все переходит в 2000 год. Нет этой же тяжелой машины, которая могла готовить трассу. Даже не для спортсменов, а для людей, которые отдыхают и проводят свое свободное время на Щелковском хуторе. В выходные очень много народу катается, а условий для этого нет. Нет освещенной трассы. Я очень часто сейчас тренирую вечером, вечерами в темное время, суток. И очень много народу катается с фонариками. То есть у народа есть желание. Опять же, вопреки всему. Вопреки всему, люди идут в лес, покупают эти фонари и проводят с пользой для своего здоровья время. Но при этом, при всем, есть ли у нас кадры? Вот там ты перешел уже из профессионалов в тренеры. Это как бы логично для человек твоего уровня. Ты можешь поделиться своим опытом с ребятами, особенно если с детьми. Это вообще очень круто, они на таких смотрят. Есть ли у нас кадры? Опять же, вопреки всему. Вопреки зарплатам. Всего вопреки всему. Да, есть энтузиасты и есть сейчас молодое поколение тренеров. Я начинаю ездить по соревнованиям со своими ребятишками, пытаюсь их куда-то вывезти. И смотришь, общаешься с коллегами. Есть молодые ребята, которые опять так же закончили гоняться и уходят в тренерскую деятельность. То есть люди горят этим. Переживают за спорт. И именно вот возьмем наш лыжный спорт. Кадры есть. Есть желание у родителей сейчас. Приводят детей. Опять же, это все... Не все плохо в нашем государстве. Я тренирую второй год. И вот на протяжении двух сезонов набираю детей. Сейчас около 40 детей у меня... Вот это да. Да, ходят. Набирал первоклассчик. Ну, приходили разный возраст. Процентов 70 у меня первоклассчик. Вот сейчас они перешли на второй год обучения. И я скажу, что дети, которые ходят постоянно, они сделали в этот год колоссальный шаг вперед. Просто взять соревнования, одну и ту же трассу, разница 3-4-5 минут у некоторых доходит. То, что они бежали в прошлый год, и то, что они бегут в этот. Появляются какие-то технические моменты. Я уже вижу со своей профессиональной точки зрения, что идет уже... Приближаемся мы к той технике, которая должна быть на лыжах. Дети в этом возрасте, они очень все хорошо схватывают. И очень важно заниматься. И можно и с первого класса. А сам ранний, кстати, какой возраст, интересно? Параллельно, значит, с тренировкой уже больше в спортивную сторону, я занимаюсь и с детьми в частном садике, в детском саду. Прикольно. У меня есть трехлетки, четырехлетки, пятилетки. Вот меня поставили в два года родители. В два года? На лыжи, да. То есть я первый шаги сделал в два года. С трех лет я считаю, что можно давать ребенку знакомиться с инвентарем, знакомиться, что это такое, как на нем ходить. Я правильно понимаю, что у нас, в принципе, есть оптимизм, с которым можно смотреть в будущее и рассчитывать на то, что когда-нибудь у нас еще вырастут новые Ширяевы, Хазовы, Седовы. Правильно я понимаю? Дети есть. То есть, скажу грубо, материал есть, с кем работать. Вот есть талантливые ребята. Просто нужно терпение найти таких детей. И хотелось бы обратиться к государству, чтобы была поддержка именно детского спорта. Потому что весь спорт высших достижений начинается вот с первоклашек, с детского сада. И чтобы вырастить спортсмена элитного уровня, нужно за ним ходить, вытерять сопли, одевать, учить лыжи. И это все начинает строиться с фундамента, а не так, как у нас покупают футболистов каких-то, и они играют. То есть, здесь нужно работать над этим. Коллектив тренерский есть, есть ребята заинтересованные, которые хотят и горят глаза, хотят работать. Единственное, да, нужна поддержка. Поддержка государства – это очень немаловажно. Это важно. Ну, будем надеяться, что это в любом случае в каком-то виде хотя бы до нас дойдет. И, может быть, после чемпионата мира, наконец, мы все займемся индивидуальным видом спорта. Сергей, спасибо тебе большое. Успехов. Сим, Алексей. Расти нам новых в Ширяевых. Спасибо. Спасибо. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok